Музыка Полтора миллиарда рублей дополнительным бонусом упали в бюджет Хакасии. Достаточно весомый плюс, если учесть, что на начало этого года казна 16,5 миллиардов. Основная часть средств – федеральные деньги, на что их потратить Москва прописала. Какие проблемы удастся решить нашему региону за счет центра, расскажем прямо сейчас. Минфин Хакасии внес поправки в бюджет республики. Работы хоть и много, но по крайней мере пересчитывать доходы пришлось со знаком плюс. Полтора миллиарда рублей раскидали по разным направлениям. Большая доля из них – целевое назначение финансирования федеральных и софинансирования республиканских программ. В приоритетах образования и здравоохранения на их поддержку идет треть от всей суммы. Хакасии сегодня по-прежнему нужны школы и ФАПы. Несмотря на то, что их строительство идет ежегодно, в очереди еще далеко не один населенный пункт. С 1 сентября образование Хакасии подчинится новому закону. Одно из обязательств – обеспечить всех дошколят местами в детские сады. Для этого в нашем регионе нужно построить и отремонтировать 29 детских садов. Нехватка мест дошкольных учреждений – серьезная проблема для нашего региона. Открытие частных групп полностью вопрос не решают. В очереди в детсады сегодня более 13 тысяч детей. В новых поправках под эту статью расходов добавили средств. Такие решения приняты. Я полагаю, этот объем будет нарастать. Сегодня мы увеличим это на полтора миллиарда. Я думаю, до конца года, надеюсь, что еще на несколько миллиардов, путем усилий правительства республики Хакасия, за счет средств, которые будут выделяться в Хакасии с федерального центра, будут увеличиваться. Еще одно приоритетное направление, и оно однозначно получит в свою копилку дополнительные 200 миллионов рублей – сельское хозяйство. В этой отрасли республика продвинулась. Земледелие, животноводство, а с недавнего времени активную поддержку стали получать также пчеловодство и рыбоводство. Бездонные проблемы жилищно-коммунального хозяйства также не остались без внимания. К затратам на сферу ЖКХ приплюсовали еще 15 миллионов рублей. Шансы на получение льготы при покупке квартиры возросли и у молодых семей Хакасии. Здесь добавили 28 миллионов. В бюджет несли еще одну важную поправку. В результате дом-интернат Сайногорский получит деньги на строительство. Этому решению предшествовала жесткая реакция главы Хакасии. Дом-интернат на 50 мест в городе Металургов должны были открыть много лет назад. Возводить его стали еще в 1997 году. Все это время здание находилось в муниципальной собственности. Денег не хватало. В августе же прошлого года интернат передали республике. Тогда Виктор Зимин дал распоряжение как можно быстрее приступить к строительству. Однако время вновь упустили. Я помню о чем здесь говорил. Я помню о чем говорил, когда приезжал первый раз в Сайногорск. Мы чуть-чуть пошевелились и бросили. Да, 65 миллионов. Но мы же не первый объект, где их находим. Правда? Опасность в республике появилась. Мы нашли 50 миллионов. Правда? Да, мы быстро строим, спасаем население. Это тоже спасение населения. Это те, кто отработал на эту республику. Потерянное время обернется для республики дополнительными затратами. Общая стоимость дома-интерната 88 миллионов рублей. Из них освоили лишь 23 миллиона. Это подсчеты прошлых лет. Сегодня, по мнению специалистов, средств потребуется гораздо больше. Необходимо внести изменения в проектно-смертную документацию, потому что изменились ГОСТ, изменились СНИПы. И, соответственно, будет уточненная стоимость после того, как будет проведена корректировка проектно-смертной документации. За два месяца возобновить строительство. В такой срок Виктор Зимин потребовал от чиновников решить бумажные проблемы. Я вам говорю, в июле не шутите. Не будет начала строительства, будем говорить по-другому. Я не буду говорить из резких слов, кадровая замена, еще что-то. Я очень надеюсь, что у вас хватит мудрости. Сегодня деньги на дом-интернат выделили 20 миллионов рублей. Строительство начнется в ближайшее время. Помимо безвозмездной федеральной помощи в полтора миллиарда поступлений, входят и доли от фондов социального страхования и содействия реформированию ЖКХ. А с ними соответствующие расходы 29 миллионов на капитальный ремонт жилого фонда и более 200 миллионов рублей на переселение жителей Хакасии из аварийного жилья. В конечном итоге с новой корректировкой расходы республики выросли практически на 2 миллиарда рублей. Исходя из предложенных изменений, основные параметры республиканского бюджета на 13-й год сложились следующим образом. Доходы 18 миллиардов 238 миллионов рублей, расходы 21 миллиард 698 миллионов рублей, дефицит бюджета 3 миллиарда 460 миллионов рублей. Все изменения в проекте бюджета на 13-й год приняли. И, как надеются, в Министерстве финансов подобная процедура перерасчета не последняя. Ведь, как показывает практика, федеральные деньги приходят в регионы в течение всего года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok